Что, рачишка, ютуб платить ты не стал, да? Кэп, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Девушки отдыхают. МОЗГОЛОВ Кинокомпания не так громко представляет. Максимум выгоды при минимуме затрат. Или как дважды продать один и тот же продукт. И что, таки опять? Таки снова. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин и Капитан Очевидный. Обсуждению сегодня подлежит новый пистолет-пулемет, новый в кавычках «Хеклер Ункох ЮМП Кастом». Изделие, сразу вам скажу, направлено в первую очередь на получение максимальной выгоды, нежели на привнесение в игру действительно чего-то нового и свежего. При этом, прошу заметить, я не утверждаю, что таки новый ЮМП плох. Скорее наоборот. Он хорош. Хотя его положительные свойства являются, в свою очередь, практически копипастом одной известной пушки. То есть вы со всей ответственностью заявляете, что новая пушка таки является копипастом АМБ, друг мой? Таки да, друг мой. Именно так и считаю. Да, друзья, это можно сразу наблюдать по ТТХ. Как вы видите, очень похоже на ту самую АМБ. И можно смело утверждать, что новый ЮМП это просто АМБ 2.0. Всё тот же глушитель, который абсолютно не режет урон. Примерно те же показатели урона и темпа стрельбы. При этом должен заметить, что отдача у нового изделия ещё меньше, чем у его предшественника. Вей, не может быть так всё просто. Ну должно быть хоть какое-нибудь уникальное свойство, выделяющее данный продукт на фоне остальных. А вот здесь, друг мой, вы совершенно правы. Есть у данного изделия уникальные свойства. Сочетание хороших характеристик, множителей и практически нулевой отдачи позволяют данной пушке показывать невероятную эффективность для пистолет-пулемётов на больших дистанциях. Что таки, конечно, плюс. И одновременно таки большой минус для баланса нашей игры, которого и так нет. Хотя, с другой стороны, если нет баланса, то в принципе ему ничего не может повредить. Логика. Короче, UMP в умелых руках при хорошем, а именно голову, позволяет выполнять, практически выполнять, ну около того, роль штурмовика. И я не уверен, что штурмовики будут иметь против вас существенно более высокие шансы. Проще говоря, эта АМБ чуть-чуть апнутая, буквально чуть-чуть, но она действительно более эффективна. С одной фишкой, более, опять же, эффективной игрой на штурмовых дистанциях. И за всё это таки по-любому придётся заплатить. Скажите, вы одобряете такую экономическую политику или в корне против? Нет, капитан, очевидно, я ни в коем случае не могу одобрить такую экономическую политику. Новый разработчик просто паразитирует на изделиях былой эпохи. А также на наших ностальгических чувствах. Боже, ну как же это низко. Нет, я понимаю, раз в полгода вести какую-нибудь пушку со звуком тайпа или скара, чтобы у людей загорело сердце. Но полностью откинуть какой-либо креативный подход и существенный труд. И заместо этого просто пользоваться тем, что наработали предыдущие поколения разработчиков. Боже мой, да по-моему так просто это неуважение к самому себе. И всё же признайте, друг мой, новые разработчики однозначно таки наши люди. Таки нет, капитан, очевидность. Нашим был Михаил Хаймзон, который, как тот самый, я тебе рассказывал, мальчик Изя, одарённый, на своей скрипке заставлял зал рыдать. Это был действительно подход с искусством. Каждая новая пушка делалась с любовью, с креативом, с вдохновением. И это действительно было интересно. А вот то, что происходит сейчас, это, извините, таки совсем не наши. Это не более, чем просто банальный бизнес без всякой души. Субтитры сделал DimaTorzok